В Кремле обсудили реализацию государственной антинаркотической политики. Под председательством Владимира Путина прошло заседание Президиума Госсовета. В нем принял участие глава Нинецкого округа Игорь Кошин. В ходе заседания президент обозначил приоритетные направления и меры, которые предстоит выполнить государству в сфере противодействия наркомании и наркобизнесу. Смертность молодежи от наркотиков уменьшилась на 30%. Такие цифры приводит официальная статистика. Ежегодно страна теряет не менее 50 тысяч людей в возрасте от 15 до 34 лет. Столь высокие показатели стали стимулом к принятию государственной программы по борьбе с наркоманией. В 2010 году за подписью президента программу стали внедрять во всех регионах. По сути, этот документ стал планом борьбы с наркоугрозой. Помог консолидировать усилия органов власти и гражданского общества в решении этой проблемы. Вместе с тем, ситуация с наркотизацией в России остается непростой. Не прекращаются попытки распространения наркотиков в регионах Российской Федерации, в том числе героина, поставляемого из Афганистана. На смену дорогим наркотикам приходят более дешевые и доступные курительные смеси и спайсы. Синтетические наркотики – новая угроза российскому обществу. В связи с этим Владимир Путин обозначил приоритетные направления – усиление оперативной работы спецслужб и тесное взаимодействие с органами иностранных государств в сфере противодействия наркомании и наркобизнесу. Еще один важный аспект – повышение эффективности проведения профилактики, лечения и реабилитации наркозависимых граждан. В стране действуют 98 наркологических диспансеров, 10 больниц и более 2000 амбулаторных кабинетов. Саму систему социальной реабилитации нужно восстанавливать уже на новой основе и на современных подходах. Но восстанавливать нужно. Эти задачи сейчас частично решают структуру гражданского общества, негосударственные реабилитационные центры. Всего по стране таких организаций более 500. Полагаю, что необходимо включить их в формируемую национальную систему комплексной реабилитации и ресоциализации наркопотребителей. В Ненецком округе уже сейчас действует программа «Комплексная реабилитация и ресоциализация отдельных категорий граждан», выделенные из окружного бюджета 12 миллионов рублей, рассчитаны на 2015-2017 годы. Люди, которые добровольно хотят пройти реабилитацию, могут получить сертификат на лечение. Максимальное количество дней, на которые можно получить сертификат на ресоциализацию, составляет 180 дней. В сутки сумма предусмотрена в размере 1100 рублей. И общая сумма от 198 тысяч в течение года можно получить на реабилитацию и ресоциализацию. То есть она обеспечена сертификатом. Сертификат получить можно, подав заявление к нам в департамент. Мы со своей стороны гарантируем принять меры к анонимности, то есть конфиденциальности информации. По данным департамента здравоохранения, труда и социальной защиты, в округе порядка 30 человек, страдающих наркоманией. С каждым годом увеличивается количество тех, кто пробует наркотики впервые. Без систематической работы всех уровней власти и общественности решить проблему наркомании будет невозможно. Валентина Чебич и Дмитрий Лукевич, телеканал «Север».